друзья всем привет начинаю свой ролик дальнобоя с города перми не снимал потому что вообще не хотел первый рейс снимает так как сам не знаю чего в рейсе будет ну и в общем смотрите стоянка птица три американца 2 из них с открытым капотом и я с фильтром в общем как это говорится говорится я кассепор в общем видите уже подтекший подтекшая солярка короче в чем суть вот это вот сейчас поставлю в общем это мой старый фильтр сепаратора не маркировки ни хера нет чё за фильтр непонятно я его долго не мог купить потому что не знал его номера всех по номеру в общем вот это сепаратор слитгард колба нестандартная колба у него получается широкая вот тем самым тем самым видите она за забился фильтр не машина перестала ехать так как фильтр нестандартный стоит он кучу денег еще и хрен его где найдешь но я в челябинске нашел купил этот фильтр себе хотел поменять перед рейсом хотел хотя бы взять его с собой и забыл забыл его короче в легковом машине потому что все собирал все вещи все вот это и забыл так что лошара я полный а сейчас купил в перми вот такой балдин вроде как даже оригинальный ну как непонятно сейчас оригинала ведь нет вот его номер вот сам фильтр скорее всего он еще оригинальный потому что у него модель юсей вот он 11 вот так вот вот сюда устанавливается там вот видите резиночка фс 77 49 правильно с да 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 вот номер этот надо будет записать потому что этот фильтр мне тоже подходит но но что-то пошло не так резинка блин мощная с посадим вот все сел вот так вот он садится вот это вот уплотнительная новая ставится сюда короче это хорошо что у меня ну два фильтра сюда можно поставить и такой как вот этот стоял вот этот оси стоит я купил за 5 500 за наличку сейчас там просто скидка была так он 5 800 получается мой фильтр стоит в армтеке 4 я его купил за 4500 вроде бы у нас в магазине так что очень больше фильтр конечно тему будет лучше ходить вот этот ну поменьше но и хрен с ним есть у меня дома вот такой же ливен браун балдин будет будет у риджинал можно сказать все вот так вот новая резиночка я прям привас его меня потому что меняется он легко перчатку одену вот потом вот эту вот крышечку мы одеваем ее бы тоже протереть конечно не мешало бы в общем в общем вот так нет не могу сейчас поставлю и вам покажу и так вот смотрите все фильтр на месте вот цифры видите 1 2 3 4 5 6 американских сепараторах как устроено по вот этим цифрам мы смотрим загрязняемость фильтра у меня была уже максимум и выехал я из дома до 6 я еще даже не знал об этом но молодой а потом когда уже ехал она у меня задерла он был полный от этого он забитый ведь я открылся второй бак скорее всего какая-то грязь попала в него и он сильно забился уже залился полными баками вот когда сейчас вот заведу он будет найду где-то двойку может там вот так как определяется загрязненность фильтра все очень легко и просто с одной стороны нежели на европейских тягачах далее буду вам рассказывать как я сегодня ночевал в кабине вы просто удивитесь ребята вот на чем я вам говорил новый фильтр все все удачно все удачно все работает все прекрасно на этой прекрасной ноте я отправляюсь дальше потому что еду я в питер ребята в поселок или город город колпино так что по дороге вам расскажу как я ночевал в этом автомобиле и как я вообще доехал до перми и так ребята как я ночевал сегодня в вольве блин да охеренительно я ночевал сегодня в вольве потому что такая спалка в ней выспаться ну вообще просто реально просто ночевал как царь в ней наверно у меня даже дома меньше места оставляет остается на диване здесь здесь поэтому спал я просто волшебно грандиозно просто божественно матрас хоть он и старенький но очень он мягкий он очень хороший а единственное мне отвлекал это насосик автономки который тык 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 делал но то вроде все правильно там через резинку я думаю надо его куда-то там другое место перекрутить либо просто к этому привыкнуть очень долгое время я вообще не ездил не спал вернее ночами машинах с автономками вот поэтому ну из-за этого короче вот так вот получилось так пылью я сейчас а иду сколько соточку еду так ребята лесовозники это там ковыряются а по поводу по поводу еще чего но пока что на этом наверно вот такие вот мои эмоции едет машина кстати да не сказал едет вот после замены фильтра а хорошо тянет с низов на одной рукой пока это тяжко рулить тянет с низов хорошо до замены фильтра она конечно ехала чуть хуже ну потому что фильтр то был забит а он забился знаете как он был еще более-менее так как я открыл второй бак дополнительно как дополнительный можно сказать на нем кранчики стоят вот залил в оба бака залил в оба бака топлива и открыл второй край этот бак кранчики и видимо из него что-то снизу там какой-то шмурдяк попал в этот фильтр и его подзабило потому что до этого то ну все было ништяк когда ее покупал когда я гнал когда по городу вот куда-то ездил все было вообще нормально поэтому вот так вот зеркало мое новое видно в него все прекрасно все хорошо вверх тормашками его поставил должно быть как там но я его поставил сначала так же но некрасиво видно плохо сейчас видно нормально так что привыкаю к вольве вольва привыкает ко мне в машинке даже не спеши в общем вот так вот так там дафиг еще идет впереди подсказывает мне еще одна пошла короче сейчас будет промежуще я тебе скажу а это дафигу подсказывают ну дафиг как будто вообще на легке идет пустой а я с двадцаточкой иду вес у меня 20 там я биг-беги везу там я биг-беги везу но они низкие биг-беги и поэтому нормально короче не это не завалятся они ничего на поворотах я как бы осторожничаю на поворотах здесь вот такая же уже во всю осень здесь всегда это кировская область ты принимаешь да? дафиг походу не принимает кировская область здесь уже прям все настолько лесу у нас все немного зеленое здесь уже все желтое поэтому прям осень осенняя на пути у нас я встречался с Серегой с Пермским на мане на паровозике ездит дальше сейчас я должен встретиться с Леней Карифанчиком он там где-то пыпылит с Костромы то ли на Скане то ли на Вольве то на Скане ездит и еще у нас Вова будет на Вольве хотелось бы вообще с ним заснять его реакцию машины но Мана то он его помнит наверное а вот что Вольву то не видел еще Леня видел Вольву Леня знает ну и вот так вот так встал я перед Кировом еще одного перевозчика встретил сейчас перебежим если нас тут не задают зайдем с пассажирской стороны с Нежданчиком к Вовке к Вовке в гости сейчас пойдем здравствуй Вол мы с папараццами что ты в магазин пойдешь? да пойдем здорова давай познакомься вернее как там это говорится поздоровайся со всеми здравствуй нет этот пока я тут на уме короче я хочу это вот спросить что надо в этот американский тягач вот с собой возить что надо возить вот в Европе я возил не знаю короче это долго думай да везде да одинаково что на Европе что на американская разница запчасти если есть запас нужно возить не знаю у меня и подвесной есть вот кстати да я тоже с этим сегодня думал что надо стартер но стартер у меня нет слыхал ребята стартер возят я сейчас свой отдал старый отремонтирует тоже кину его в запас на всякий не знаю что запаски трос у меня есть правда я не езжу никуда в такие дебри понятно ну ладно в общем да так ничего не надо возить все как обычно надо да дома к рейсу подготовиться а потом в рейс ехать это точно а я не подготовился поехал тебе простительно ты первый рейс на машине ну я первый я в месяц подготовился но не до но не доготовился так ладно пойдем магазин какой-нибудь еще вон много всего слушай сейчас найду чего-нибудь что надо вон какая-то домашняя кухня там есть да вон она кафе перекусим блин я недавно и вон что-нибудь поточил с собой а я что-нибудь надо перекусить но у тебя другая Вольво не как у меня все Костик поехал давай Костян на удачной дороге доброго дня ребята я пообедал короче доехал до Череповца Вольвочка стоит да такое мы конечно не пройдем сегодня воскресенье большой поток машин еду я еду я в сторону Питера ребята газуем проехал сейчас Череповец вот там где я вам снимал это я кушал пообедал время у нас свечевое время время короче это челябинское время здесь на два часа раньше я не тороплюсь так как сегодня заезд у меня во сколько ночью короче заезд у меня ночью в Питер не в Питер даже а в Колпино на Викгорские заводы с подвен маленько оп короче я выгружаюсь на Викгорских заводах погрузка пока непонятно куда грузиться ну вернее грузиться буду домой но где грузиться пока не знаю в общем посмотрели вы ребята ролики про ремонт про ТО что вообще я с Вольво и делал думаю какие то там кто там недельные комментарии напишет написал даже пусть я думаю видео через видео в общем ощущение от машины сегодня вот спал до того короче пока не проснусь вот проснулся рано потому что спал без автономки ночью замерз включил автономку жарко она как то это китайская автономка еще работает по температуре типа климат контроль сколько я выставил столько и будет но я пока если честно не знаю надо читать почитать книгу либо погуглить и тогда будет понятно но написано было что работает еще по температуре так что я думаю я разберусь и будет все удачно блин столько камер на дорогах вообще капец я отвык привык вот уже наверное на бензовозе получается ну по нашему региону по Челябинской области я ездить знаю где камеры да их мало в принципе у нас у нас тренок нету вот этих вот ящиков таких не стоит на дороге да вот с радарами блин ничего такого нету просто стационарные камеры и все поэтому и то их мало и их все знаешь когда ездить часто выспался что еще по расходу машины кстати впечатлил небольшой но не 40 литров меньше а то я просто думал если Америка значит будет литров 40 вот КамАЗ на котором я работал он 6 на 4 был КамАЗ Нео получается 6 на 4 и с мальцевским мотором 400 лошадей ел 25 кажется пустой ну и 40 почти 40 ну да всегда 40 практически показывал портовый компьютер не ел круженный то здесь совсем наоборот все таки Вольво ребята это Вольво даже не думал что вот так вот бывает сегодня с утра там поковырялся у меня габарит не работал там задний короче габарит сделал там что-то провод там гнил фонарик в общем по поводу по поводу освещение ну тут надо будет заниматься на машине и на прицепе на прицепе проводка все есть надо просто поменять эти боковые габариты и куплю наверно вот эти вот китайские закажут там с этого денег куплю 300 рублей они габарит раньше но это не сейчас это будет явно больше потому что в первую очередь ну надо все равно к машине руки приложить вот может что-то еще вылезет не знаю две подушки задние поменял и еще две надо будет поменять короче вот пока непонятно вот ковры чехлы это тоже все потом сразу вам скажу что вот сейчас на это денег пока просто нет потому что надо немного скопить денег очень много ушло на вот этот ремонт вот автомобиль это все стоит ненешево поэтому в этом плане на страховку у меня очень дорогая страховка ребята просто даже боюсь его называть потому что когда-то на мане у меня было ДТП и от этого короче коэффициент у меня увеличенный что еще это все сейчас дорого вообще просто все так что машина на ходу машина в строю очень добрая вроде теплая надо еще знаете почему теплая потому что двигатель вот получается от двигателя греется кабина вот как на газели знаете там пол всегда теплая вот здесь так вот а там печек печки получается печка сзади вот справа спереди я так понял вот она от этого все теплое все равно что еще что еще а ну надо будет да немножечко там заняться еще прицепом вот обслужить там надо будет поменять два тормозных диска с колодками вот наверное еще рейсик есть сделаю и буду этим заниматься так по мелочи набегает сами понимаете не маленькие суммы поэтому ребята работать пока и работать только только работать ладно давайте на связи стекла помыл все помыл сам баки полные как говорится мочевой пузырь пустой так что все даю газу как говорится и полетел на Питер